Девятого февраля в Омском государственном университете имени Достоевского в рамках проекта «Диалог на равных» состоялась встреча молодежи с председателем правления регионального отделения российских студенческих отрядов Алексеем Патейко. Молодые люди поговорили со спикером на тему молодежной организации как локомотив молодежной политики и старт управляющей карьеры. Кто-то много знает про студотряды, кто-то не знает ничего и хотелось бы начать вообще не о студотрядах, а о том, как менялась молодежная политика в современном сроке. Когда я поступал в университет, это было в 2000 году, практически 90% студентов, которые учились со мной, хотели уехать из России. То есть практически все носили футболки USA, United Kingdom, Turkish, British, что угодно. Раши не было. Сегодня я приезжаю в любую точку страны, приезжаю в национальные республики, куда бы я ни приехал, сегодня очень модно и символика Российской Федерации, и ее использование, и молодежь гордится символикой именно страны. Я считаю, что вот переворотной точкой, и мне очень приятно, что и студенческие отряды, я лично был причастен к этому, стала Олимпиада. У нас появилась Сочи, у нас появилась настоящая олимпийская сборная, и у нас появилась, по сути, первая тогда, наверное, объединяющая идея, когда вся страна, не веря, что мы примем Олимпиаду, не веря, что мы сделаем, а еще когда мы победили, уже вы точно это прочувствовали, потому что тогда в едином порыве страна, как нация, уже почувствовала себя. А начиналось все в 2007 году, когда стройка эта началась, вообще никто не верил. Мы когда приезжали на первые строительные объекты, на Олимпиаду, видели там населенные пункты, которые еще и надо снести, куда-то деть жителей, каким-то образом из болот сделать дороги, касалось вообще, ну, это миссия невозможна. Когда обсуждался вопрос создания волонтерского движения и волонтеров для Олимпиады, вопрос стоял так, волонтеры будут из Москвы, Питера, Казани и Краснодарского края. Когда мы узнали, в то время депутатом Государственной Думы Олимпиады в области был очень уважаемый человек, олимпийский чемпион Ирина Роднина. Она и сейчас очень внимательно относится, как Омбовская область развивается, особенно по спортивной линии, и мне удалось попасть к ней на прием. Практически в подобном формате мы встречались, чуть меньше нас было, но это тоже называлось практически диалог на равных, там был другой проект, и мы задали вопрос, что вот так-так, страна проводит Олимпиаду, важнейшее событие за страны, ну, практически за новую историю страны точно, за 20-летнюю историю, и мы тоже хотим быть причастны. Почему забирают у молодежи остальной, почему ее отдают молодежи в Москву, в Сочи, и случилось чудесное. Ирина Константиновна такая открыла, ну-ка повтори, что ты сказал. Открыла свой блокнот, говорит, так те же члены комиссии, кто решает, где волонтеры будут. И на следующем совещании, которое состоялось через неделю после этой встречи, Ирина Константиновна встала, всю их идеологию разрушила, и появились волонтерские центры от Владивостока до Калининграда, и амичи были очень достойны там приставок. Нет таких механизмов, нет таких рецептов, как можно тем людям, у кого есть потребность, по сути, дарить себя, дарить добро, как это делать. Потому что в таких волонтерских организациях, которые этим занимаются, их ограничено мало, а потребность, в принципе, довольно большая, и в молодежной среде, и не только. Если бы таких механизмов, как те же студенческие отряды, становилось больше различных молодежных организаций, и задача бы это больше открываться. У меня такой вопрос, что бы вы хотели изменить или улучшить в нынешнем Омском областном студенческом отряде? У меня вот есть лозунг, который звучит вроде смешно, но я хочу, чтобы охрана труда стала модной. Чтобы охрана труда стала модной, потому что если мы перейдем на этот качественный уровень, у нас и некоторые вопросы дисциплины саморешатся, ну а главное, мы точно будем гарантировать для всех наших членов абсолютную безопасность, потому что когда вся огромная наша команда, вся семья студотрядов друг другу подсказывает, где опасные и так называемые вредные факторы находятся, то там работает. Ведь главное правило любой безопасности и охраны труда – это предупрежден, значит вооружен, это именно проект. Нам бы хотелось здесь видеть какую-то серьезную, как бы верующую другую статистическую молодежную организацию. Это и нас бы подталкивало к развитию, и серьезные, и лидерские изменения, и воспитания появлялись. Если такая появится, было бы позитивно. В советское время студенческие отряды были социальным лифтом, что многие там продвигались. Все работает и сейчас. Вопрос тех целей, которые вы ставите для себя, и как вы свою карьеру устраиваете. Можно устраивать и через студенческие отряды, и через волонбургские проекты. С ветеранами общались, и говорят, молодежь не так, молодежь так. Вперед, мы все можем. Я думаю, ребятам понравилось, мне ребятам точно понравились, у них энергетика правильная, они в любом случае все что-то хотят больше, чем просто жить. Они хотят жить хорошо, они хотят жить интересно, и это в них видно, они этим занимаются, и каждый день продвигаются вперед. Можно в российских студенческих отрядах создать себе карьеру и продвигаться дальше. Что можно из российских студенческих отрядов шагнуть дальше, то есть стать начальником какой-нибудь крупной организации, работать в этой организации, в крупной, если даже не начальником, но сотрудником, который будет не обычным, а уже с какой-то должностью. В нашем регионе проект «Диалог на равных», организованный Федеральным агентством по делам молодежи, реализуется Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.